Глава 5. Подзаголовок 12. Реанимация ООП. Глава 6. Реанимация ООП. Глава 6. Реанимация ООП. ООП переживала один из серьезнейших кризисов с момента своего основания. Лидеры ООП, изгнанные в далекий Тунис, не могли проводить в жизнь свои бравые лозунги, призывающие к продолжению вооруженной борьбы против Израиля. В силу этого обстоятельства палестинская организация стремительно утрачивала политическую значимость. И действительно, на состоявшейся в Аммане в ноябре 1987 года конференции Лиги Арабских стран палестинская «проблема» впервые отошла на второй план. Основное внимание арабских лидеров было уделено тогда Ирано-Иракской войне, которая продолжалась к тому времени уже восьмой год. Политика создания Единого фронта противостояния террору обрела официальное выражение на конференции в Токио, 1986 год, в которой принимали участие лидеры ведущих стран Запада. Вернувшись из японской столицы, госсекретарь США Шульц написал мне следующее. Во время долгого полета в Токио я обратил внимание на то, что президент Рейган читает вашу книгу. Он сделал несколько замечаний по поводу отдельных мест. Закончив чтение, Рейган передал книгу мне. При этом он сказал «Я хочу получить ее обратно». Президент и его супруга видели ваше выступление по телевидению, в ходе которого вы говорили о нашей операции в Ливии. Они сказали мне, что по их мнению вы прекрасно представили свою позицию, нашу позицию. Конец цитаты. Руководство ООП оказалось перед необходимостью срочно изменить образ своей организации, который, несмотря на все уловки и опровержения, устойчиво связывался с терроризмом. Нужны были иные способы доказательства способности ООП «освободить Палестину». И теперь уже было недостаточно категорических отрицаний причастности ООП к тем или иным терактам. Для проникновения на политическую арену нужно было убедить США и Запад в том, что принципиальное отношение палестинской организации к Израилю претерпело существенные изменения. Ораторы ООП стали использовать в своих выступлениях двусмысленные формулировки, которые могли быть поняты на Западе как смягчение идеологической доктрины этой организации. Вместе с тем, для арабских ушей они приберегали совсем иные выражения. Так, например, распространенное словосочетание «оккупированные территории» указывает на те земли, которые ООП «намеревается освободить» в кавычках. На Западе этот термин воспринимался применительно к Иудее, Самарии и Газе, то есть тем территориям, которые оказались под израильским контролем в результате шестидневной войны 1967 года. Однако ООП традиционно использует этот термин применительно ко всей территории Израиля. Земли, захваченные в 1948 году. Иногда в пылу полемического задора ораторы ООП забывают, перед какой аудиторией они выступают, и тогда из их уст можно услышать интересные признания. Абу Ияд, глава военного командования Фатха, заявил в 1985 году в интервью радиостанции BBC «Когда мы говорим «оккупированная Палестина», мы имеем в виду всю территорию Палестины. Наше сопротивление сионистской оккупации будет повсеместным, оно не будет ограничено только территорией западного берега и сектора Газы». Конец цитаты. С аналогичным заявлением выступил в том же году Фарук Кадуми в беседе с корреспондентом французской газеты «Котидьен де Пари». «Когда мы говорим о вооруженной борьбе, законность которой признается Организации Объединенных Наций, мы имеем в виду все оккупированные земли Палестины. Мы имеем полное право бороться с врагом, захватившим нашу землю, будь то оккупация 1967 года или более ранняя оккупация, имевшая место в 1948 году». Конец цитаты. Однако такие откровения в западной прессе были редкостью, поскольку ООП старательно маскировала свои истинные цели и намерения. Излюбленным способом политической игры ООП стало чередование заявлений и опровержений. Палестинские лидеры делали двусмысленные заявления, которые могли быть истолкованы как «политическая уступка», в привычках, скажем, «признание права Израиля на существование», только затем, чтобы сразу же вслед за этим опровергнуть их. Известной иллюстрацией этой техники является документ, который Арафат якобы подписал, находясь в осажденном бункере в Бейруте в 1982 году в присутствии американского конгрессмена Пола Маклоски. По словам Маклоски, Арафат заявил, что он согласен признать Израиль в контексте всех резолюций ООН. Маклоски, явно захваченный своей причастностью к событию, которое, по его мнению, должно было изменить мир, сразу же сообщил прессе об «историческом сдвиге» в кавычках. Средства массовой информации раструбили новость о смягчившейся позиции Арафата, и все это только для того, чтобы уже через несколько часов ООП полностью опровергло все сообщения, опубликованные по этому поводу. Как и в каждом предыдущем раунде политической игры, целью руководителей ООП было стремление убедить Вашингтон в том, что эта организация не поддерживает терроризм. Задолго до распада Советского Союза большинству лидеров ООП стало ясно, что путь к обеспечению реального давления на Израиль проходит не через Кремль, а через Белый дом и американское общественное мнение. Постепенно к такому же выводу пришли и остальные арабские лидеры. И после американской победы в войне в Персидском заливе, 91-й год, эту истину осознали даже в Дамаске. Мы уже отмечали, что пропагандистская доктрина ООП и арабского мира в целом, доказавшая свою несомненную действенность на международной арене, основывается на принципе фиктивной редукции. Сначала все проблемы Ближнего Востока были сведены к арабо-израильскому конфликту. Затем этот конфликт был представлен как столкновение между Израилем и палестинцами, где место палестинцев вообще заняла организация освобождения Палестины, и в конце концов Соединенные Штаты были поставлены перед необходимостью признать ООП в качестве полноправной стороны в арабо-израильском конфликте. Однако на пути к американскому признанию ООП должна была преодолеть один серьезный барьер. В 1975 году госсекретарь США Генри Киссинджер подписал меморандум с Израилем, согласно которому Соединенные Штаты обязывались воздерживаться от переговоров с ООП до тех пор, пока эта организация не признает право Израиля на существование и не примет отвергнутую ею резолюцию ООН номер 242. Впоследствии США обязались не поддерживать никаких контактов с ООП, пока эта организация не прекратит террористическую деятельность. Чтобы удовлетворить этим требованиям, ООП должна была замаскировать свою истинную цель уничтожения Израиля, должна была скрыть свою приверженность методам насилия и террора. Именно это побудило лидеров ООП взять на вооружение тактику «двусмысленных, умеренных в кавычках заявлений», от которых было легко отмежеваться, обращаясь к арабской аудитории. В конце 1988 года спасительная формула, которая могла обеспечить ООП признание Вашингтона, была, наконец, найдена. В ходе предварительных контактов с американцами Арафат спорил о каждой точке над «и» и каждой черточке в «ти», однако, в конце концов, взаимоприемлемое решение было найдено. На ноябрьской сессии Палестинского национального совета в Алжире лидер ООП выступил с заявлением, содержание которого соответствовало минимальным требованиям Вашингтона. Несколько дней спустя он должен был повторить свое заявление, внеся в него некоторые вытребованные американцами поправки на пресс-конференции в Женеве. В обмен на это США обязались вступить в политический диалог с палестинской организацией. Есть нечто парадоксальное в самом предположении о том, что слова могут очистить тиранов и террористов, от их былых злодеяний, тем более, что в XX веке многие тираны продемонстрировали свою готовность систематически лгать ради достижения своих целей. Примечательно также, что декларация, вырванная американцами из уст Арафата, стоила совсем немногого. Выступая в Женеве с осуждением террора в кавычках, лидер ООП произнес буквально следующее. Палестинский национальный совет вновь подтвердил свое категорическое отрицание всех форм терроризма, в том числе терроризма государственного. Эта позиция ясна и лишена всякой двусмысленности. Тем не менее, я как председатель организации освобождения Палестины еще раз заявляю здесь, что я осуждаю терроризм во всех его формах и в то же время я приветствую сидящих передо мною в этом зале людей, которые в дни борьбы за освобождение своих стран от ярма колониализма были обвинены своими угнетателями в терроризме. Я также воздаю дань уважения мученикам, которые пали от рук террористов и терроризма и прежде всего товарищу всей моей жизни, моему заместителю, символу мученичества, Халилю Эль-Вазиру Абу-Джихаду и мученикам, павшим жертвами убийств, совершаемых против нашего народа в разных городах, деревнях и лагерях беженцев на западном берегу, в секторе Газы и в Южном Ливане. Конец цитаты. Арафат осудил терроризм и тут же лишил свое заявление всякого смысла, объявив терроризмом израильские действия против палестинцев. Разумеется, эти действия он всегда и охотно готов осудить. Что же касается действий самой ООП, то Арафат приветствует тех, кого их угнетатели обвиняли в терроризме. В качестве символа жертвы террора он избрал Абу-Джихада, человека, осуществлявшего планирование таких терактов, как Резня в Нагории, 1974 год, захват автобуса с заложниками на Приморском шоссе, 1978-й, убийство трех израильских моряков в Барселоне, 1985-й. Ни одну из этих террористических акций Арафат не осудил. Он отказался изменить официальную доктрину ООП, провозглашающую вооруженную борьбу против Израиля единственным средством урегулирования конфликта. Именно этим термином «вооруженная борьба» пользуются ораторы ООП, говоря о санкционированных ими актах террора. Столь же двусмысленным было признание права Израиля на существование. 13 декабря 1988 года Арафат заявил в Женеве «Более сорока лет назад Организация Объединенных Наций своей резолюцией номер 181 приняла решение о создании двух государств в Палестине – арабского-палестинского государства и еврейского. Несмотря на историческую несправедливость, совершенную по отношению к нашему народу, мы полагаем сегодня, что указанная резолюция по-прежнему удовлетворяет законным международным требованиям, гарантирующим арабскому народу Палестины суверенитет и государственную независимость. ООП будет стремиться ко всеобъемлющему урегулированию арабо-израильского конфликта, в котором примут участие все стороны – государство Палестина, Израиль и другие соседи. Это урегулирование будет достигнуто в рамках Международной мирной конференции по Ближнему Востоку на основе резолюции ООН 242 и 338. Решение конференции должно обеспечить равенство и баланс интересов и в особенности право нашего народа на свободу и национальную независимость, уважая право всех сторон на мирное и безопасное существование. Конец цитаты. Среди этих затейливых речевых оборотов нет ни одного однозначного высказывания о готовности ООП признать Израиль и заключить с ним мир. Хуже того, Арафат уделяет основное внимание резолюции ООН номер 181, план раздела Эр-Цесраэль от 1947 года, что вообще лишает всякого смысла его выступления, поскольку эта резолюция отводила палестинским арабам не только западный берег Иордана и сектор Газы, но и значительную часть суверенной территории Израиля. На этой территории, находившейся под израильским суверенитетом еще до 1967 года, расположены такие крупные еврейские города, как Бейр-Шева, Аждот, Ашкелон, Кириат-Гат, Яфо, Рамле, Лот, Нагория, Акко. Излишне говорить о том, что в соответствии с резолюцией ООН номер 181 район Иерусалима должен был оказаться под международным контролем. Это вполне соответствует стандартной практике ООП говорить о мире с Израилем, кавычки, в контексте всех соответствующих резолюций организации объединенных наций, кавычки. Такова излюбленная формула арабов, поскольку под это определение попадают и те резолюции, которые отрывают от Израиля часть Негива и Галилеи, Голландские высоты и Иерусалим, наводняют его прибрежные равнины арабскими беженцами, запрещают продавать Израилю оружие и налагают на него экономические санкции. В своей совокупности, кавычки, все соответствующие резолюции ООН, кавычки, ведут к уничтожению еврейского государства. Поэтому предложение мира на основе, кавычки, всех соответствующих резолюций ООН, кавычки, и даже одной только резолюции номер 181, примерно то же самое, как если бы кто-то обещал быть вашим другом, позволь вы ему лишить вас рук и ног. Заявления, сделанные Арафатом в Алжире и в Женеве после изнурительных пререканий с американскими чиновниками, были раздуты вне всякой пропорции средствами массовой информации и приобрели видимость события эпохального значения. США и Британия воспользовались этим для того, чтобы начать официальный диалог с ООП, а президент Франции Миттеран счел возможным принять Арафата в своем дворце. Солиднейшие газеты провозгласили речь Арафата историческим водоразделом, приближающимся по своему значению к Эмп-Дэвидскому мирному соглашению. Газета New York Times писала в связи с этим, «Американская концепция касательно арабо-израильских отношений переживает период изменения. В прошлом месяце Арафат осудил терроризм и с известными оговорками признал право Израиля на существование. Тем самым он изменил расстановку сил и само игровое поле». Конец цитаты. Тот, кто пытается анализировать территорику ООП, должен помнить, что в глазах лидеров этой организации имеют значение лишь те слова, которые произносятся для внутреннего пользования, для своей аудитории. Декларации, адресованные внешнему миру, не имеют реального политического веса. В этом отношении ООП ничем не отличается от диктаторских режимов, сознательно сохраняющих значительный зазор между своими декларативными и истинными целями. Так, например, в годы своей работы в ООН я неоднократно слышал выступления советского представителя, говорившего о настойчивом желании СССР содействовать установлению мира в Афганистане. Этим заявлением никто не придавал ни малейшего значения, поскольку советские войска продолжали войну против афганских повстанцев и против мирного населения этой страны. Но когда советские газеты стали публиковать репортажи из Панджирской долины, в которых советские солдаты призывали свое правительство прекратить войну в Афганистане, когда эти призывы были прочитаны и услышаны жителями Москвы и Киева, стало ясно, что приближается реальное изменение советской политики. По сути дела, именно эти критические отклики на войну в Афганистане возвестили начало нового периода «гласности и перестройки» в кавычках. То же самое абсолютно справедливо и по отношению к ООП. Заявления представителей этой организации в Нью-Йорке, их многозначительные нашептывания в Лондоне и дипломатические брифинги в Женеве преследуют одну и ту же цель ввести общественное мнение Запада в заблуждение относительно истинных намерений ООП. Той же цели подчинены выступления ораторов ООП перед израильскими средствами массовой информации. Все, что произносится именно английском, французском или иврите, изначально предназначается для внешнего пользования и не имеет реального значения. Важно лишь то, что произносится по-арабски в обращениях к собственной аудитории. Именно в таких выступлениях действительные намерения ООП раскрываются адекватным образом, и всякий неленивый обозреватель может получить о них должное представление. Сразу же после того, как Арафат осудил в кавычках террор и признал в кавычках право Израиля на существование, официальные представители ООП стали разъяснять смысл его заявлений читателям арабской прессы. Они убедительно доказывали им, что декларация Арафата прозвучала в контексте долгосрочной стратегии ООП, предусматривающей поэтапное уничтожение Израиля. Из их доходчивых объяснений явно следовало, что в действительности ничего не изменилось и цели ООП остаются прежними. Впрочем, свое заявление, осуждающее в кавычках террор, Арафат опроверг лично и в обращении к западной аудитории. 19 декабря 1988 года, всего через пять дней после своего нашумевшего выступления в Женеве, Арафат сказал в интервью австрийскому телевидению, что он вовсе не намеревался отказываться от принципа вооруженной борьбы против Израиля. Как и остальные лидеры ООП, он утверждает со всей однозначностью, что вооруженная борьба, в кавычках, будет продолжаться. Что касается арабских средств массовой информации, то там и вовсе не было попыток представить женевское заявление Арафата как нечто поворотное и эпохальное. Уже через неделю после его выступления в Женеве заместитель спикера ПНС, член исполкома Фатха Салим Заанун заявил следующее. Вооруженная борьба против сионистского врага и его союзников должна продолжаться повсеместно. Мы не имеем иного выбора, кроме продолжения военных действий с целью разгромить врага и создать наше государство. Ему вторил Абу-Ияд, первый заместитель Арафата. ООП никогда не принимала на себя обязательств прекратить вооруженную борьбу и никогда не осудит ее. Хани-эль-Хасан, состоявший тогда ближайшим советником Арафата, утверждал, «Палестинская вооруженная борьба не закончилась. Наив Хаватме, лидер Демократического фронта освобождения Палестины, третий по величине фракции ООП, сказал, «Народная революция в Палестине исполнена решимости продолжать борьбу до тех пор, пока не настанет конец сионистской оккупации, пока вся Палестина от Средиземного моря до реки Ордан с юга и до севера не будет освобождена». И снова Абу-Ияд. «Мы никогда не понимали под осуждением террора приостановку военных действий». Когда Фарука Кадуми попросили прокомментировать заявление Арафата об отказе от террора, он ответил, «Это неверная интерпретация заявления, сделанного председателем Арафатом. Мы осуждаем терроризм, в особенности государственный терроризм Израиля». На вопрос о том, не лишает ли такая интерпретация всякого смысла декларацию Арафата, на основании которой госсекретарь США Шульц принял решение о начале диалога с ООП, Кадуми ответил следующее, «Шульц может идти к черту, думаю, он уже в пути». Такая же судьба постигла и другую часть женевского заявления Арафата. «Признание в кавычках права Израиля на существование». Абу-Ияд категорически отрицал подобную интерпретацию слов председателя ООП в своих многочисленных выступлениях перед арабской аудиторией. 11 февраля 1989 года он заявил, «Ни решения сессии ПНС в Алжире, ни речи Арафата в Женеве не содержали признания Израиля со стороны Организации Освобождения Палестины». Жорж Хабаш, лидер Народного фронта Освобождения Палестины, поддержал Абу-Ияда. «Решения ПНС никоим образом не могут означать признание Израиля или признание его права на существование. Мы не признаем Израиль». 8 августа 1989 года руководимая Арафатом фракция ФАТХ приняла резолюцию, призывающую «к усилению и эскалации военных действий и всех форм борьбы, направленных на прекращение сионистской оккупации Палестины». 31 января 1990 года исполком ООП утвердил эту резолюцию в качестве программного документа. Данная резолюция была положена в основу совместного заявления, которое было сделано в том же месяце Ясером Арафатом и Муаммаром Каддафи. «Создание государства Израиль явилось результатом Второй мировой войны, и оно должно исчезнуть вместе с другими результатами той войны, подобно тому, как исчезла на наших глазах Берлинская стена». Конец цитаты. Спектакль полностью повторился в связи с нашумевшим высказыванием Арафата, понятого на Западе как отказ от центрального положения Палестинской Хартии, объявляющего целью ООП уничтожение Израиля. До своего выступления в Женеве Арафат неизменно переводил разговор на другую тему, как только его спрашивали о Палестинской Хартии. Посетив по приглашению президента Миттерана Париж через несколько месяцев после своего женевского выступления, Арафат не мог уклониться от прямого вопроса, связанного с признанием в кавычках Израиля вопреки Палестинской Хартии, которая является конституционным документом ООП. Отвечая журналистам в Париже, Арафат сказал следующее. Что касается Палестинской Хартии, то здесь, я думаю, можно ответить французской поговоркой «сэ кадук». Редкое французское слово «кадук» может переводиться по-разному, как «неуместный» или «потерявший силу». Пресса, как водится, превратила эти слова Арафата в заявление, аннулирующее Палестинскую Хартию. И опять-таки, как обычно, уже через считанные часы после парижского выступления Арафата и сам он и его товарищи по руководству ООП объяснили, что слово «кадук» имеет множество значений. Арафат был неправильно понят, да и вообще он не имеет права менять какую бы то ни было деталь в тексте Палестинской Хартии. Выступая в Саудовской Аравии, Арафат объяснил смысл своего парижского заявления в следующих словах. «Кадус» позволяет в правовом отношении точно охарактеризовать нынешнее состояние этого основополагающего документа. Один из моих советников предлагал воспользоваться словом «обсолет» – устаревший, но я сказал «нет, это неправильный термин». Хакам Балави, представлявший ООП в рамках политического диалога с Соединенными Штатами, разъяснил, Когда Ясер Арафат, выступая перед французскими журналистами, употребил по отношению к Палестинской Хартии французское слово «кадук», означающее «вышедший из употребления», «устарелый» или «утративший силу», он вовсе не имел в виду аннулировать Палестинскую Хартию. В словарях приводится множество значений этого слова, и Запад может выбрать любое из них, какое пожелает. «Палестинское руководство вправе придерживаться тех определений, которые оно считает корректными, верно отражающими смысл того, что оно намеревало сообщить». Абу-Ияд изложил существо проблемы следующим образом. «Ни Арафат, ни Салех-Халав, Абу-Ияд, ни какой-либо другой лидер не может отменить Палестинскую Хартию собственной воли, поскольку это исключительная прерогатива Палестинского национального совета». Абу-Ияд подчеркнул, что даже ПНС может изменить Палестинскую Хартию только большинством в две трети голосов. По поводу возможности отменить девятнадцатую статью этого документа, объявляющую Кадук государства Израиль, Абу-Ияд сказал, «Мы в ООП не согласны с изъятием из Палестинской Хартии статьи девятнадцать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова